Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раймбеков и Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Сегодня в выпуске. Оценили по достоинству. Врачи и работники СМИ Алматинской области получили заслуженные награды от лица Космжомарта Тукаева. Не спрячешься. Сотни уголовных дел раскрыты с начала года благодаря камерам видеонаблюдения. Стоп-вредителям. В Балхарском районе активно проводят химическую обработку против саранчи. Лидер нации Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана. Он был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей во время его болезни. Выражали ему слова поддержки и многочисленные производственные коллективы, ветераны труда, военнослужащие, студенческая молодежь и школьники Казахстана. «Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпение, мужество и скорейшего выздоровления», отметил Нурсултан Назарбаев. Президенты и правительства страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения, но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас, однако как уберечься от заражения этой болезнью во многом зависит от каждого человека лично. Нужно быть стойкими, особенно молодым людям, соблюдать необходимые правила гигиены и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходима дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ наравне со всем международным сообществом достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе. Мы победим. Вот наш лозунг». Желаю всем соотечественникам доброго здоровья и благополучия. О нашей стране мира и процветания. Нурсултан Назарбаев. Первый президент Республики Казахстан. На переднем крае президент Республики Казахстан высоко оценил вклад в работу по борьбе с пандемией медицинских работников и представителей СМИ Алматинской области. Правительственные награды от имени Касым Жомар Татокаева им вручил заместитель главы региона Батаржан Байжиманов. В борьбе с коронавирусной инфекцией основная нагрузка легла на плечи медицинских и санитарно-эпидемиологических работников. Нельзя не отметить самоотверженную работу сотрудников полиции, военнослужащих, журналистов и волонтеров. В целом более 130 жителей области удостоятся награды Халкалбаса. По словам Батаржана Байжиманова, благодаря консолидированным усилиям общества, систем здравоохранения и телекоммуникации, страна быстро адаптируется к серьёзным вызовам. «Мы с огромной признательностью и уважением говорим всем вам спасибо за ваш благородный труд, ответственное отношение к профессиональному долгу», сказал заместитель Акима Алматинской области. Так орденом Парасад была отмечена деятельность и большой личный вклад в борьбу с пандемией директор многопрофильной больницы Панфиловского района Толео Сарпекова. «Несмотря на сложную ситуацию, в стороне наши коллеги днём и ночью трудятся ради прекращения пандемии, ради здорового и счастливого будущего народа. Мы делаем всё, что в наших силах и от всего сердца благодарим президента страны Акима Алматинской области за то, что они обращают внимания на наш неустанный труд». Высокими наградами по борьбе с вирусом отметили 15 работников здравоохранения Алматинской области и трёх представителей СМИ за информационную работу. Серик Сарыбай, директор Алматинского областного телеканала ЖТСУ, журналист, историк, удостоен престижной награды за значительный вклад в развитие казахстанской журналистики и национальных СМИ. В круг получателей наград вошли также генеральный продюсер телеканала Жумахмед Жайлоубаев и редактор Назгуль Бошан. «Нынешнее нелёгкое время, когда пандемия охватила весь Казахстан, весь мир, когда врачи, полицейские, военнослужащие, журналисты неустанно находятся на передовой борьбе с пандемией, случаются и приятные моменты. Отрадно, что президент высоко отмечает нашу работу. Также хочу выразить огромную благодарность своим коллегам со всей области, которые помогают нам, ведь, как говорится в народе, в единстве наша сила». Отметили благодарственными письмами и деятельность 30 волонтеров Алматинской области. Евгения Присяжная, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. На 68% загружены инфекционные стационары в Алматинской области, провизорные на 90%. И в ближайшее время коучный фонд будет увеличен, заверил заместитель Аким Алматинской области Патржан Баджиманов. Подробности в сюжете. Эпидемиологическая ситуация в Алматинской области, как и во всем Казахстане, непростая. Требуется социальная ответственность каждого жителя. Ежедневно ответственными лицами ведутся рейды и информационно-расснительные работы. С 5 июля будут введены жесткие карантинные меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас ведется подготовка к вводимым правилам. Также мы продолжаем работу мониторинговых групп, которые проводят рейдовые проверки по населенным пунктам, по соблюдению карантинного режима. Также на госкомиссии было озвучено, что в ближайшее время выйдет нормативно-правовой акт, который даст возможность мониторинговым группам применять административные меры в виде штрафа. Проблема поливной воды для крестьян стоит остро. Ощущается дефицит водного потенциала в Кирблакском, Каратальском и Коксузском районах. Нужны срочные меры, просят руководители регионов. Все вопросы найдут свои решения. Поручаю ответственным органам детально изучить поднятые проблемы. Сейчас непростая ситуация в целом по стране, поэтому только сплоченно сможем достичь хороших результатов. В целом социально-экономическое и эпидемиологическое положение находится на постоянном контроле руководства области. Есть все ресурсы для исправления проблемных ситуаций. Елеман Раймбеков, Мадиб Айбасонов, телеканал РТСУ. Вместе все преодолеем. В период пандемии предприниматели Алматинской области преподнесли ценный подарок медикам региона. В рамках республиканской акции «Безбергемес» неравнодушные бизнесмены РТСУ купили два автомобиля для службы скорой помощи. Вручение ключей состоялось возле здания областного филиала партии «Нуратан». В какой район отправятся подаренные машины, выяснял Анора Магельдинов. Система здравоохранения страны сейчас испытывает определенные сложности. Поэтому необходимо эту сферу поддержать, заявляют неравнодушные бизнесмены РТСУ и члены партии «Нуратан». Нынешние две кареты скорой помощи в рамках республиканской акции «Безбергемес» это не первый подарок от меценатов медицинским учреждениям региона. До этого мы еще такие же акции проводили. Покупали лабораторию для Мишказахского района по определению COVID-19. Также выделялись средства во время карантина в Карасайский район, Мишказахский район, Кигенский район, город Талткурган. По решению попечительского совета фонда «Безбергемес» ЖТСУ эти автомобили отправятся в Алакольский район, в села Ахчи и Коктума. Именно здесь медикам не хватает мобильности. Если зимой, весной и осенью количество вызовов в селах достигает до 20, то в пляжный сезон число обращений возрастает почти в пять раз. Одна медицинская бригада здесь попросту не справляется. По прибытию на место подаренные автомобили оснастят необходимым оборудованием. Обязательно будут дополнительные оборудования, ЭКГ аппараты, кислородные оборудования, и для транспортировки специальные шины, и мобилизационные шины. Все необходимы для скорой помощи бригады. Подарены два специализированных автотранспорта, очень необходимые были в нашем регионе. Третий транспорт как раз он будет специально выделен для транспортировки больных подозрением именно карновирусной инфекции, пневмониями. С начала пляжного сезона у отдыхающих на побережье Алла-Колия коронавирусной инфекции не обнаружено. Всего же в районе с диагнозом COVID-19 официально зарегистрировано более 50 человек. Продолжаем выпуск. 105 колец скорой помощи пополнит автопарк в Алматинской области. Связано это с высокой нагрузкой на выездные бригады и колл-центры. Особенно в период коронавирусной инфекции и пневмонии. Ежедневно порядка 5000 звонков поступают в областную дежурную диспетчерскую службу. Всего по области работает 165 бригад скорой медицинской помощи и еще 44 при районных и городских поликлиниках. В последнее время нагрузка на диспетчеров и выездные группы увеличилась вдвое. Если раньше одна бригада совершала примерно 13 выездов, то сейчас более 30. В связи с этим сотрудники колл-центра и медики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В данный момент хотелось сказать всем пациентам, что вызов скорой помощи не обязательно делать при подозрении на температуру или насморк, кашель. Если вас что-то беспокоит, то вы можете свободно позвонить в регистратуру городской поликлиники 1 или номер 2. Или также в колл-центр и спросить, что вам предпринять, что делать. Из-за большой нагрузки время приезды от ложки значительно увеличилось. Перед выездом кареты скорой помощи к пациенту с подозрением на коронавирус автомобиль тщательно дезинфицируется, что тоже требуется время. В связи с чем областным Акиматом принято решение пополнить автопарк скорых более чем на сотню автомашин. В связи с тем, что не хватает бригад, Акиматом области принято расширение по увеличению количества. В этом году закупается 105 машин. Первые машины будут поступать уже в сентябре месяце. В связи с чем будет увеличено количество бригад, то за счет этого мы сможем обслуживать вызов в два раза больше. Напомню, в Алматинской области работают колл-центры по консультации больных пациентов. Обратиться за помощью можно по номеру 41 12 12. Также в скором времени в области заработает еще один многоканальный номер 401 401 401. Алексей Цой, Габид Кабдархман, Телеканал ЖТСУ. Коронавирус продолжает свое наступление. В Алматинской области им заразились более 2300 человек. 610 выздоровело. Во время идущей пандемии самым уязвимым органам человека оказались легкие. Именно по ним приходится главный удар. Поэтому одним из основных симптомов коронавируса врачи называют затрудненное дыхание и сухой кашель. В нашей специальной рубрике медицинские эксперты делятся ценными рекомендациями о культуре чихания и кашляния в общественных местах, которые помогут предотвратить распространение инфекции. Если у вас есть такие катаральные явления, как насморк, кашель, то нужно прикрывать рот при кашле, но не ладошкой, как мы привыкли вот так, а локтем вот так, кашлять в локоть или же за отворот одежды. То есть ваши руки не должны контактировать с отделяемым при кашле. Если это, конечно, трудно очень, это нужно вырабатывать себе эту привычку. Если вдруг случилось, что вы покашли в свой кулак, то нужно немедленно обработать руки, потому что это является источником инфекции. К другим темам. Цементный завод «Алацем» начал выпускать пробную партию своей продукции. Сейчас предприятие достраивается, и его полное открытие намечается на октябрь. Мощность завода – более 1 миллиона тонн цемента в год. Детально об объекте в следующем материале. Строящийся цементный завод расположен в Керблакском районе. Проект казахстанско-сингапурский. Сумма инвестиций составляет 47 миллиардов тенге. Благодаря огромным вливаниям будет создано порядка 500 рабочих мест. Сейчас во время строительства работают 300 человек. С казахстанской стороны на сегодняшний день около 220 человек. Все местные жители Северклакского района. Также здесь у нас привлечен генеральный подрядчик – это Джан Су. Компания полностью оборудована, является китайским. Шеф-монтаж, пусконалочные работы – все производится китайскими специалистами. На сегодняшний день их 81 человек на заводе находится. Полностью все операционные системы, настройка оборудования занимаются китайские специалисты совместно с нашими. После запуска на полную мощность из китайских специалистов останется только половина. 90% рабочих будут из числа местного населения. Строительство завода ведется уже третий год. Для производства цемента сырье добывают с участка Жамансай. К территории национального парка Алтанемель наш участок, где мы добываем известняк, не относится. Он расположен в 25 километрах от села Баши и в 20 километрах от села Алтанемель. Урон нацпарку не наносится. Есть государственный акт и договор о землепользовании до 2032 года. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться за рубеж. Предприятие помогает жителям Керблакского района. Зимой убирали снег и выделили на ремонт местной дороги 60 миллионов тенге. Оказывать такую помощь руководство завода намерено на постоянной основе. В Алматинской области продолжается обработка сельхозугодий от саранчи. 70% территорий, где были обнаружены саранчевые вредители, обработаны специальными средствами. В общем, планируется провести химическую обработку на площади более 126 тысяч гектаров. О мерах борьбы с вредителями в Балхашском районе расскажет Адель Ахшаркенова. Наиболее распространенные саранчевые вредители в Алматинской области – азиатская саранча, итальянский прус и нестадные саранчевые. Распространение итальянского пруса происходит повсеместно во всех районах. Но основной ареал распространения азиатской саранчи является Балхаш-Алакальский водный бассейн. И в текущем году более 45 тысяч гектаров запланированной площади химобработок приходится на Балхашский район. На данный момент ситуация с саранчевыми вредителями на территории региона находится под полным контролем. Постановлением Акима области была создана рабочая комиссия. Утвержден соответствующий план действий. И сегодня мы наблюдаем за его реализацией. Для борьбы с саранчевыми вредителями привлекают авиацию, шесть самолетов, ТО «Авиасила», а также восемь наземных опрыскивателей. Техника полностью оснащена специальным современным распылительным оборудованием, а управляют ей квалифицированные специалисты. С 2001 года нашей специализацией является выполнение авиационно-химических работ. В том числе с 2001 года мы занимаемся так называемой борьбой с саранчей. Мы занимались раньше по всему Казахстану, сейчас в основном у нас остался основной объем – это Алматинская область. Каждый год у нас здесь работает до девяти бортов, мы называем, воздушных судов. То есть это у нас работает и сверхлегкая авиация. В нашем парке есть мотодельтапланы, есть легкие воздушные суда, такие как ЦК, Добикас, СП-30. Ну и, естественно, вот такой представитель всей авиации СНГ – это Ан-2. У нас в районе насчитывается 15 сельских округов. Сейчас в девяти из них проводится химобработка. Наша основная цель – не допустить распространения азиатской саранчи. Мы уже работаем месяц, и анализ на биологическую эффективность показывает хорошие результаты. Также стоит отметить, что в текущем году активно ведется и работа по химической обработке карантинных растений в Алматинской области, а именно в Аксусском, Балхашском и Уигурском районах. На сегодняшний день запланированные 609 гектар обработаны за счет республиканского бюджета. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦСУ. Всевидящее око. Полицейские призывают граждан принять меры дополнительной безопасности и установить камеры видеонаблюдения во дворах жилых домов. За шесть месяцев при их помощи было раскрыто более сотни уголовных дел. Имущественные преступления, в том числе квартирные кражи, это, пожалуй, одна из актуальных проблем нынешнего времени. Потому услуги частных охранных агентств приобретают все больший спрос у граждан. На сегодняшний день в Алматинской области функционирует восемь специализированных фирм. Устанавливаем охранную, пожарную, тревожную сигнализацию в виде наблюдения, учетка газа, учета воды, которая, если будет потопка воды или газа, будет сигнализация срабатывать, мы передаем всю сигнализацию к нам на пульт, выведенный, который централизован, и передаем сразу клиенту. Все тревоги передаются в УВД города Олкургана. И если по пожарной сигнализации, передаются все тревоги в пожарную службу. С помощью охранных агентств в этом году раскрыто более 40 преступлений и порядка 3000 административных нарушений. Большим подспорьем в области безопасности имущества стали и камеры видеонаблюдения. Зачастую именно они помогают полицейским раскрыть то или иное преступление. Также нами проводится агитационная работа из населения. Это на сходах из квартальных участковых инспекторов полиции перед населением. Представители фирмы-операторов нами приглашаются, которые разъясняют гражданам, как все это подключается и к дальнейшей деятельности. Также мы проводим работу с представителями КСК и представителями дворов. Камеры видеонаблюдения доказали свою эффективность, говорят полицейские. За шесть месяцев текущего года благодаря им удалось раскрыть более сотни уголовных дел и выявить порядка 14 тысяч административных правонарушений. Тоймар в Талдыкургане. Новый большой современный супермаркет распахнул двери для талдыкурганцев. Качественная продукция, богатый ассортимент и приемлемые цены приятно удивили жителей и гостей города. Торжественного открытия супермаркета не было в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Но это не помешало желающим сделать все нужные покупки в одном месте, быстрым и удобным способом, с соблюдением всех защитных мер. Посетители остались довольны качеством обслуживания и приветливым персоналом. Мне понравилось, например, все есть по ценам, по нашим деньгам, пенсионерам. Меня удивили цены, намного ниже этих рыночных. Здесь светло, чисто. Ну, отлично все, хорошо организовано. Дай бог, чтобы в этом месте нормально магазин пошел у них. Ассортимент богатый, хороший. Душ, светлый зал, все продукты на виду, а главное – ценники на всех. Не ходишь, не спрашиваешь ничего. Я желаю этому магазину процветать, расцветать. Пусть он растет на благо нашего народа. Мы очень рады, что у нас в Талду-Кургане открыли такой магазин. Удачи им! Здесь представлен широкий ассортимент продуктов питания, круп, овощей, фруктов, мяса и молочной продукции, а также разнообразная бытовая химия и другая продукция первой необходимости. Основным товаром являются безалкогольные напитки по оптовым ценам. Мы очень сильны в теме напитков. Исторически мы занимались напитками, наша компания, и алкогольными, и безалкогольными напитками. Поэтому, если говорить об этом, это наша сильная сторона. Хороший ассортимент и, я не побоюсь этого слова сказать, очень конкурентные цены по отношению к нашим основным конкурентам. Еще чем отличаемся от больших супермаркетов, которые уже представлены в городе Талду-Курган, в отличие от них у нас есть своя фабрика кухни. О фабрике кухни разговор особый. Она будет радовать талду-курганцев шедеврами кондитерского и пекарского искусства, разнообразием хлебобулочных изделий собственного производства, ассортимент которых более 70 видов. Главное, чему руководство Тоймарта уделяет внимание, это качество во всем, особенно в сервисе. При любых вопросах по ассортименту, цене и в взаимодействии с персоналом супермаркета, здесь просят позвонить на горячую линию, телефоны которой указаны на кассе магазина. Уважаемые жители Талду-Кургана, мы очень будем рады видеть вас в первом супермаркете Тоймарт. Мы сегодня сделали техническое открытие, и в принципе магазин уже работает с 10 часов сегодняшнего дня. Вы можете прийти в любой день недели с 8 часов утра до 23 часов вечера. Добро пожаловать! Открытие нового магазина стал праздником не только для покупателей, но и для тех, кто ищет работу в столь непростое время. Уже скоро еще один супермаркет откроется в микрорайоне Самал. Так магазины Тоймарт будут в шаговой доступности. А это значит, что еще больше людей смогут покупать свежие и недорогие продукты рядом с домом. Тоймарт находится по улице Жен Сугурова на углу улицы Рустембекова. Гульназ Мустафа, Габид Кабдрахманов, Телеканал ЖТСУ. Такими событиями был насыщенный уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова